Привет, с вами Вилсиком, я на Красной площади напротив Мавзолея, вернее он за моей спиной, и возникает вопрос, можно ли заказать еду в Москве прямо в Мавзолей на Красную площадь? Давайте разбираться вместе. Вот как-то шел я, захотел кушать прямо вот здесь, на этом самом месте. И что мне делать? Не бежать же в какую-нибудь местную кафешку, в которой все стоит в 3-4 раза дороже, чем в нормальном месте. Так что сегодня вот такой вот челлендж для московских ресторанов и служб доставки. Поехали! И вот иду я по Красной площади, задаваясь вопросом, как же заказать центр города еды, чтобы и быстро, и удобно, и вкусно, и вот это все, как в итоге ответ оказался буквально за поворотом. Светлое будущее настало. Доставка еды, возможно, через интернет. Вау! Круто! Жуем, спасибо! Как говорил дедушка Ленин, и рабочий колхозница пользуется iPad-версией Delivery Club, которая вышла буквально на днях. Шутки с шутками, а это действительно правда. И то, что iPad-версия теперь такая вся красивая, и то, что Delivery Club действительно один из самых удобных способов заказать еду из огромного количества ресторанов. Сегодня их, по-моему, более трех тысяч. Пользовательский интерфейс iPad-версии настолько изменился, вот, например, карточки для каждой категории блюд добавили, что о нем есть смысл рассказать на канале отдельно. Однажды я уже делал обзор Delivery Club как одного из лучших вариантов заказа быстро еды на дом. Отрадно, что единожды порекомендовал хороший сервис, я не ошибся, он не только не стал хуже, но и развивается, и прям я наблюдаю, как все становится удобнее, и для людей это самое главное. Вот, например, действительно классная штука. За заказ еды начисляются баллы, которые впоследствии можете обменять на что-нибудь полезное, выбрать себе приз или заказать ту же еду за баллы. В карточке непосредственно ресторана вы можете посмотреть полное меню, почитать описание каждого блюда, отзывы непосредственно о месте, насколько оно классное, какие есть хорошие блюда, это действительно очень удобно, ну и всю сервисную информацию для того, чтобы принять решение, заказывать здесь или искать дальше. Устроившись к кафе рядом с Красной площадью и посмотрев меню, я понял, что заказывать я буду именно через Delivery Club. Это и быстрее, и удобнее, и, что самое главное, дешевле. Москва вообще очень дорогой город, если мы говорим о еде. В этой связи у меня к вам вопрос, друзья, пишите в комментариях, как вы вообще обедаете, используете ли бизнес-ланчи в ресторанах, или может быть приносите с собой, или вообще не обедаете. Delivery Club нравится еще и тем, что не ограничивается только ресторанами, есть еще магазины, гастрономия, рынки, и все это действительно удобно иногда заказать с доставкой. А еще в iPad-версии мне понравилась фишка повторить заказ, очень удобно и практично. В iPhone-версии я что-то такого пока не нашел, возможно плохо искал, возможно разработчики добавят это в ближайшем обновлении. Кстати, iPhone-версия такая же удобная, но, конечно, на большом экране смотреть на то, что будешь есть, намного аппетитнее. Что касается нашего маленького челленджа, решил я заказать русской еды, но все, что любил Ленина, а как оказалось, у него были достаточно гастрономически замороченные предпочтения в еде, и не просто он там хлеб с булкой ел. Но, как оказалось, собственно, доставка еды нифига не челлендж. Любой ресторан, в который мы обращались, доставляет, да хоть куда, в Москве вообще, плати деньги и тебе привезут. Пожалуйста, можно в Мавзолей. Delivery Club работает не только на московском рынке, это здорово, во многих городах России также представлено, вообще спасибо ребятам за то, что делают это непростое дело, в это непростое время, и развивают сервис, и приятно, что он русский, и вообще, в общем, со всех сторон красота. И смс-ку пришлют, и позвонят, подтвердят заказ, хотел до чего-нибудь докопаться, чтобы обзор не выглядел, как рекламная сахарная вата, но, блин, не нашел минусов. Удивительно, насколько подобные сервисы делают нашу жизнь проще, если вы никогда не пользовались, я вам рекомендую попробовать, просто потому, что иначе вы будете, как вот эти ребята, есть фастфуд, сидя на Мавзолее. А с вами был Иссыком, подписывайтесь на канал, вступайте в наш группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм, для получения всей необходимой в жизни информации. Пока. Учитесь, учитесь, и еще раз учитесь.